От чего возникают папилломы, кандиломы и бородавки? Как избавиться от наростов на коже? Долго ли надо лечиться? Ответы на эти вопросы получите, просмотрев данное видео. Каждый человек сталкивается с появлением на коже различных изменений. Это могут быть пятна, пузырьки, прыщи, а могут быть папилломы, кандиломы и бородавки. От чего возникают папилломы, кандиломы и бородавки? Все эти три вида наростов на коже возникают при заражении вирусом папилломы человека. Данные вирусы попадают на кожу человека, заносятся на слизистые контактным путем. При хорошем местном иммунитете происходит постепенное удаление их без развития изменений на коже. На это понадобится несколько месяцев. В норме эти вирусы периодически попадают на кожу и покидают ее. При снижении местного иммунитета происходит развитие и размножение вирусов. Они находят для себя благоприятную среду и на коже человека формируются мелкие наросты. В зависимости от вида вируса это бывают папилломы, маленькие припухлости, кандиломы, плоские разрастания, бородавки, узелковые наросты. Как избавиться от наростов на коже? Лечение проводится только методом удаления этих образований и вторично возможно применение средств для повышения системного иммунитета и нормализации бактериального состава кожи и слизистых. Никаких надежных специфических противовирусных средств нет. Не стоит надеяться на эффективность существующих препаратов. Лечение – это комплекс мероприятий из различных методов удаления и повышения собственного иммунитета. Удалить наросты можно в клинике с применением лазера, но можно провести эффективное лечение в домашних условиях. Какие же средства эффективны в этом случае? Разъедающим действием обладает сок алоэ. Достаточно в течение нескольких дней привязывать на ночь кусочек разрезанного листочка этого растения к месту выроста на коже, чтобы избавиться от него навсегда. Ведь помимо противовирусных и растворяющих субстрат образования средств сок алоэ является отличным иммунном идулятором, способным активизировать местный иммунитет. Чистотел издавна считался первым средством в борьбе с образованиями на коже. В лечебных целях применяется свежий сок травы, который наносится на образование. Можно применять настойку, сделанную на 70 градусном медицинском спирту. Приготовить настойку можно следующим образом. Надо заполнить примерно две трети стеклянной посуды чистотелом, листиками. Залить спиртом и оставить в темном месте на 21 день. Полученным раствором смазывать проблемные места несколько раз в день. Хороший эффект можно получить при использовании солициловой кислоты, но эффект будет при высокой концентрации вещества. Для получения используется обычная 2% солициловая кислота или как еще называют солициловый спирт. Содержимое флакона следует выпарить на солнце, тогда останется осадок, который и будет необходимым действующим веществом. Налейте кислоту в плоскую тарелку и поставьте на солнце, через какое-то время жидкая часть испарится, порошка останется очень мало, но его будет достаточно для обработки нескольких образований. Капелька воды и нужная смесь готова, можно наносить четко на нарост. Еще одно копеечное средство поможет избавиться от этих украшений на коже. Это ляписный карандаш, основу которого составляет нитрат серебра. Данное вещество обладает свойством оказывать одновременно прижигающий и бактерицидный эффект. Препарат наносят точечно на очаг поражения. Сначала следует снять колпачок и смочить острие карандаша водой, потом делать прижигание 1-2 раза в течение дня. Долго ли надо лечиться? Процесс избавления от образования может занимать 3-4 дня, а может продлиться до нескольких недель. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, регулярности использования средства и правильности следования рекомендациям. Не останавливайтесь на полпути, проводите лечение, как изложено в рекомендациях и ваша кожа снова станет гладкой и эластичной.